В Югре в течение 2-3 недель удвоится количество заболевших коронавирусом, но медики к этому готовы. Об этом сообщил директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский. Сейчас в больницах Югры готовы 1059 коек для больных ковидом. При необходимости коечный фонд могут увеличить в 3-4 раза. Кроме того, к новой волне подготовили запас лекарств для тех, кто будет лечиться дома. Препараты есть для более чем 100 тысяч пациентов. В пик заболеваемости КТ кабинеты переведут в круглосуточный режим. Отмечу сейчас, в стационарах лечатся 602 югорчанина с диагнозом COVID-19. Состояние 46 пациентов тяжелое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В целом за неделю количество подхвативших коронавирус увеличилось на 15%. Мы в течение 2-3 недель действительно ждем не менее чем 2-х кратного увеличения числа тех, кто будет болеть ковидом. Видя те тенденции, которые складываются в мире, в крупных городах нашей страны, где уже новый штамм вируса пришел. Поэтому мы к этому подготовились. Провели дополнительные семинары с медицинскими работниками во всех медицинских организациях. Сформировали план привлечения студентов старших курсов, даже не старших, с 3-го, с 4-го, начиная с 3-й, 4-й, 5-й, 6-й. Клинический ординатор – это студенты Сургутского медицинского института и Антимансийская медицинская академия. В Нижневартовске доступ к купели на Абе открыли в районе полудня. А с самого раннего утра все желающие могли совершить ритуал на озере Молодежное в 10 километрах от города. Здесь уже несколько лет работает клуб «Бодрячок». Специально к празднику прорубь, которую поддерживают всю зиму, расширили и придали ей форму креста. Крещенскую воду привезли из храма святителя Пантелеймона. Многие вартовчане поспешили приехать именно на Молодежное. По традиции здесь был аншлаг. Вода промерзает сильно. Каждый день готовим прорубь, поэтому особого труда не составило. Вот вчера мы собрались, три человека, там два Андрея и я, и сделали вот эту иордань. Сколько им не ушло? Ну, где-то до обеда, до часа мы это все с утра с чувством, с толком, с расстановкой. Ощущение легкости, конечно, смеется все внутри, потому что, ну, сама прорубь, сама вода дает такое облегчение. Но то, что сегодня праздник светлой, это тоже накладывает свое и по ощущениям придает гораздо больше. А в воде, находясь, об этом вспоминаю, думаешь о хорошем и, я могу сказать, открыто, что выходишь чистым. Официальных прорубей для купания в окружной столице в этом году не организовали. Но сотрудники медиахолдинга «Югра» решили, что для закаливания это не препятствие. И решили устроить свой крещенский челлендж в поддержку здорового образа жизни. А заодно проверить себя. Никто из четырех участников не закаливается постоянно и к моржам себя не причисляет. Но облиться холодной водой из ведра прямо на улице согласились. Говорят, в какой-то момент засомневались, смогут ли, но при поддержке коллег и под прицелом камер отступать было нельзя. Поэтому, чтобы поддержать идеи ЗОЖ, запустить челленджи, да и просто поднять себе и другим настроение, окатили себя. Стоит отметить, что никто их не заставлял. Будем на счет. Я считаю. Раз, два, три, погнали. Раз, два, три, пять.